Слышно, Игнат Иванович? Слышно. Я потом в конце, когда поговорим, я скину... Вот, допустим, мне нужно ролик снять какой-то, а она мне говорит, что у вас вот такого формата нет. Никогда раньше этого не было. Как-то перевести на этот формат или что нужно? Ладно. Даже не скачать, а посмотреть. Он вообще не открывает. Новое что-то вводят все время, а я тут как в полах сижу. Так, слушай, брат. А протрите, пожалуйста, у вас этот... Как будто замутнился глазок. Более мутный стал. Ну... Да это, наверное, свет такой. Глазок, глазок, сверху, сверху. А, кверху. Ну, надо говорить еще. Сейчас я не знаю, как туда достать-то. Это не просто туда залезти. Так, подожди тогда. Может, пылью покрылся. Сейчас я что-то сделаю туда. Не буду мочить, а просто сухой протру бумажкой. А, нет, придумали маленько. А ну-ка, как так? Вот, получше. Получше. Я подумал, там углубление есть, а углубления-то нет. Все, все, получше. Получше, получше. Цвета сразу четче стали. Немножко. Ну, ладно, тогда, так как есть. Игнат Тихонович, вот, все-таки хотел я, хочется поговорить на тему видеосъемок. Дальше ее, как бы, раскрыть. Замечено. Ну, смотришь в Ютубе ролики, заходит человек, там, допустим, в отдел полиции. Ну, вот, вестибюль. Сразу на него, вот если он снимает, то сразу на нее накидывается. У нас не снимать, у нас не снимать. У нас запрещено снимать. Заходит человек в магазин, начинает снимать. Хотя в магазине везде камеры. Везде. А если ты снимаешь, ой, меня не снимайте, меня не снимайте. Все время, все время, вот у всех людей практически, у большинства, страх съемок, страх съемок. Все-таки, какой корень вот в этом заложен? Что их, почему? Ну, вот вы никогда не боитесь съемок, к примеру. А сюда в скайп даже заходят, говорят, я не хочу, чтобы меня снимали. С чем это связано? Игнатий. Есть такое выражение. Малое знание уводит от Бога, а истинное знание приводит к Богу. Вот это применимо и здесь, так же самое. Я об этом думал тоже. Ну, так как я все время везде снимаю, везде у нас, где бы то ни было, написано, что идет видеосъемка для интернета. Везде, на каждой двери наклеена и в храме, в этом притворе и на улице. И тем более у нас наружное наблюдение. Шесть пунктов освещают сторон. Ну, я встречался с теми людьми, которые против. Ложная святость. Вот была у нас, бабушка умерла. Она, как увидит, даже фотоаппарат от сатаны, от сатаны. То есть она никогда ничего не имела, она не знает. Для нее псалтырь богородичный, это нормально. Ну, она ни с чем сравнить-то не может. Писание не знает. Но есть люди, которые молодые считают, а эти дурью маются. Вот пример. Я нахожусь у родной сестры в другом городе. Приехали несколько, пришли несколько священников, все. А ее сын, он отдельно живет, женатый, с детьми. Приходит попозже. Но мы беседуем. Батюшки очень хорошие. Там племянник отца Геннадия фасты, с родственник его. Он только заходит. А я не хочу, чтобы на меня снимали. Этим-то нужно, как говорится, по рогам дать. Я сразу говорю, спрячься на кухне, чтобы ее не видно было. Ты не хочешь сниматься, зачем ты лежишь перед ихом? Ты видишь, снимайся. Ну, я просто так. Я тогда спросил племянники от другой сестры, я говорю, а что он так? Ну, он такой со всеми. Даже не от другой, а от этой. А он такой всегда. Если у нее нет друзей, никого еще нету. Вот и все. То есть он из себя корчит. И притом спрашивать, конечно, если где-то это отдельно, то спросить надо, можно или нет. А запрета нет. Это значит закон знать. Запрет на съемку существует определенное. Это пять пунктов. Первое, это надо заучить. Закрытое собрание Государственной Думы. Ну, в первую очередь, попади туда сначала. А потом узнать, что закрытое. Речь идет, конечно, о тех, кто там находится. Закрытое. Оно потому называется закрытое. Тут все понятно. Второе. Военные корабли. Тоже понятно. Нельзя снимать. Да мало ли, еще будет и... Нельзя. Из кораблей тех нельзя. Вот они, где бывают, в других странах им запрет снимать, чтобы не было еще хуже. Третье. Таможенное пространство. Допустим, я еду через границу. Здесь надо переходить. Ну, у меня шенгенский там паспорт. Это через Украину. Зашел я, а дальше уже все открыто будет. И вот на всем этом пространстве снимать нельзя. Тоже есть возможность какая-то, если бывает нужда какая-то. У меня была такая нужда в этой европейской поездке, миссионерской. Ну, и один подошел, нас снимать-то нельзя. Я говорю, а снять-то надо. Я говорю, вы сделайте вид, что вы меня не видите. А я ему вытаскиваю и книгу даю. Он говорит, пойдемте в сторону. Зашел там, где наружу не захватывают его. Он у меня книжку-то взял. А то, говорит, увидит меня тут с работы с ним. Ну, и дальше. А мне нужно было снять правила, которые тут висели. Главное. Еще тут такого нет. Записывать рукой можно стоять. Под аппаратом видео нельзя. Ну, все я сделал. Я знал, что тут же... Снимай правила, какие есть. Это же долго. Чах-чах. Вот так. Третье, где нельзя снимать. Мы уже разобрали три. Четвертое и пятое. Это Министерство газофикации и электрификации. Все. Есть там, где нужно спрашивать. Могут разрешить? Нет. Когда идет суд. Я плохо слышу. Со мной сидит который мой представитель. Он из нашей общины. Брат Себастьян. Я говорю, ты спроси. Студия разрешит? Нет снимать? Ну, я не слышу. Дело-то мое решается. Ну, и он спросил. Она сразу к прокурору. Прокурор сидит. Я не против. И я сразу достал и всю съемку вел. Ну, я не вставал, не мотался по залу-то. А прямо с места приближал. И я пришел дома внимательно рассмотрел. Бывает, люди не знают, чего. Здесь снимать нельзя. Кое-что не указано. А они не имеют права говорить. Допустим, с обратной стороны от тюрьмы мы брали щеробу. хуя с аппаратом вышел. А часовой на вышке стоит. Нельзя снимать. У него в руках оружие. Дураков хватает. Ну, не надо, я сказал. Не надо, значит, не надо. Не надо. Потому что, ты видишь, он какой. Он пальнет и спрашивать нечего будет. То есть, соображать надо. Как с собакой я могу везде быть, кроме одного места. Детская площадка. Ну, оно объяснимо. Должна быть на коротком поводке, на мордике и не принадлежать к собакам с диким характером. Бильтурьер там какие-то называются. А это, немецкая общарка с ней везде ходит. Так точно и здесь. Я не одно кратно нарывался такое. Захожу, краевая администрация. А у нас нельзя. Я говорю, уголовная уже статья, 330-я, такое-то у меня с собой все есть. Я могу сейчас отнять и просчитать. Гражданский кодекс там 47-я, к примеру, говорю, сразу раз, назад. В магазин захожу, один раз так и сказали. А у нас в магазине снимать нельзя. Я говорю, это или незнание закона вами, или умышленно нарушаете его, что влечет с собой уголовную и гражданскую ответственность. И сразу раз у меня бумажки заполнили. Вот все. Я думаю, вся за отступили все. Чтобы так нахально, когда сказал, что вот так, это такого, я даже припомнить не могу. Везде разрешается, кроме пяти пунктов. Ну и там объяснимо, почему нельзя. Вот как. Но когда среди верующих бывает, когда мы отдельно, вот у нас бывает где-то, он пришел на общее собрание, общая-то улица. И он пытается там диктовать, этого не будет. Я все представил, дальше снимаю. А он уже начинает тут, как говорят, колбасить свое, за глаза говорить. Меня не касается. Свободы я никому никогда свою не продавал, ни за что. Ну и утихло. Другая есть вот так вот скорчужица, когда съемка идет даже с другой стороны. Рядом Елена Голочевых снимает, так ее корежит прям. А я ее знаю. Она живет всю жизнь во грехе, в смертном грехе. И она, и сын ее, они, он-то выходит с соглашенными, она сидит, она не отлученная. Она, ее срок отлучения прошел, длительный срок. Это тут тоже понятно. Еще не объяснимо-то. Увидит то-то, еще-то, и лицо искаженное такое всегда. Елена никогда не запрещает. Веселое, радостное лицо женщины. И так и здесь. Но тут другое дело. Когда бывает, в храмы не разрешают, только с разрешения там настоятеля. А ему там приходишь, должен денежку дать. Ну, это уже гнусно просто. Не то, что нельзя, без денег нельзя. Нельзя тебе снимать, пока я к тебе в карман не залезу. Вот сейчас в музей. В музей снимать нельзя. В музей. А я прихожу туда, а в музее до этого был Краевой суд. Меня там судили. Я достал аппарат, снимал. У нас нельзя снимать. Я говорю, мне можно везде снимать. А почему? Да потому, ваш директор мне близкий. Я ему привез, много документов сдал, книги. Все. И кроме того, здесь был суд. И дальше рассказываю. У вас за сто лет тут не будет такого посетителя, как я, которого судили бы, осудили. И это мне. Все родное. Тем более, я живу рядом с вами. Я свободно снимаю. То есть, видите, как моя жизнь позволяет маленько перешагивать эти холмы. Вот особенно страшно, когда священники запрещают внутри. Это страшно. Страшно, он думает, да, он имеет власть здесь. Имеет власть в храме запретить. Потому что он хозяин в храме. Но не более того. А почему он запрещает? Вот вопрос тут и стоит. Если бы он ездил на благовестие, я заметил, которые люди запрещают и боятся, на благовестие никогда не ходят. Это первое. Потому что на благовестие все снимается. Это побуждение души. Это полумертвые или мертвые души. Вот когда у нас служит метрополит алтайский, барнаульский, Сергий Иванников. А я чтец, я имею право заходить в алтарь. Я в алтарь никогда не захожу. Но когда он, бывает, я захожу, чтобы там все снять. Я снимаю, тут у меня аппаратура, видео, аудио, это сказать, фотоаппарат, он никогда не скажет. И вот при нем, когда мы были, заходим только, ну, где у него там приемный большой такой-то, и мы сразу на треножник начинаем снимать, а он еще не вышел. О, он выйдет, так руки раскинет, подойдет, все, сразу мы снимаем. И у него снимаем, решили сфотографировать себя после беседы, миндальные, там, вопрос-то. И вот, а у него, который помогал, я не знаю, кто с ними на рейсе, или кто тоже встал рядом. Игнатий Тихонович, эту камеру, вы не в центре сидите, не в центре. Не в центре. А я думаю, что я в центре. Так, не в центре. Еще, еще, еще. Вот так, вот так. Такое, вот так. Вот так все хорошо. Ну вот. А я-то встал, я-то бритый, с бритой мы и фотографируемся, архиерея ему махнул, он сразу в сторону отвалился. Я никогда не боюсь, но бывает где-то, это сказать нельзя. Мы у начальника, он там генерал, а без бороды. Ну, надо смотреть благоразумно, где-то. Главное, обидно, вот, допустим, муж, он сделался отступником, а жена нормальная, член общины, все, но он ее пилит и пилит. И почти ни одного случая нет, я даже не могу так сходу припомнить, чтобы она его победила. Он застрял, он предан уже. Зараза эта, его распространяется. При нем никак, ничего, он такую скверну несет, да он и спрячется. И она, наконец, делается такой же. Вот к нам приехал от Ягудаев, Владимир там, ну и вышли мы там с собаками, и в это время коров пасет одна, потеряевская, а она от того, который враждебен крайне. И она тоже там за корову там где-то присядет уже, я считаю, это уже духовный изъян, и он почти непопробим. То есть, эта зараза вошла в него, другой он против. Она здесь, у нас здесь, так она даже машину ставит дальше, чтобы я наружном наблюдении ее не видел. А добрая душа такая, а муж, ну просто, дьявол человеческим образом, наверное, полностью, чтобы похвырил Духа Святого. Он непрерывно скверну несет, поносит церковь, все святые. И, наконец, он ее свернул, и она, она не против, но он запретил ее к нам заходить, и она ушла, и в храм ходит другой. Я считаю, здесь никогда нельзя слушаться. Никак. У нее такая боязнь, где-то пришли, и там, ну ей пришлось там халат вынести, а это связано с ней, там эмблема какая-то. Ой-ой-ой, не надо, вы сфотографировали там, маму мою, увидят, что это там, вроде, главный хирург. Да что он скажет, будет он смотреть, он нас не знает, это уже ложные страхи, что на халате там знак, потому что дали халат нам одеться, и мы с мамой, а мама наш близкий друг, из сектантов пришла когда-то. И вот я имею этот опыт, и могу сказать, причина, нездоровый дух, дальше, полное отторжение от церкви, и третье, как всегда, это абсолютно всегда, не ходят на благовестие, нигде. Вот я к ним хожу, ну, родители, ему, конечно, он на меня, имеет основания плохо относиться, мы стали ходить к ним, в гости-то, и вести занятия, а у него родители, он баптист, и жена баптистская, и его отец и мать баптисты, наконец, жена делается православной, отец с матерью приходят в православие, а он на своем месте, и вот его когда дома не было, а отец многое пережил в жизни, не за слово Божие, ну так там, воевал там, где я хочу оставить, он не дает записывать отца, это уже внутри его, он не может это объяснить, он не знает, а ну как что случится, отец рассказывает о гражданской войне, там то другое, там другие годы было, что это не то, поэтому я провода разные, когда его нет, я натягиваю там за диваном, везде микрофон спрячу, все равно запишу, вот бывают священники, так у меня, он здесь в рукаве, а она, здесь идет шнур, я сумочку держу, и там даже не видать, и там вот стоит магнитофон внутри, такой, ну, я сейчас не знаю как, весна что ли, вместе три, вот, я записывал, когда надо, был священник, как он сидел, как он вернулся, и гоня, только чтоб никому, а я вот так, как он на него руку, держу и все, иногда настоятель спрашивал, как вы это узнали, там никого не было, я его полномочий, по религиозным культам, Алтайского края, как вы могли это узнать, я говорю, я с вами был, вы меня просто не видели, как вы моей душой торговали, я говорю, и что, вам не открывает Кулундия храм, под разными причинами, то, которая метлакская плитка, с рубчиком, там пылинка застерянет, наконец, прямо сказал, этот, благощинный, Полтайскому краю был, ну, теперь можно сказать, его нету, отец Николай Павлович, Войтович, из Белоруссии, и он говорит, ну, какая причина, отлучите Лапкина, от церкви, я ему говорю это, а он знает, что, там, Седишев, Александр Петрович, этим, он когда-то воевал, и вот, его уполномоченным поставили, но, с ним еще прислали, одного с Москвы, край-то большой, ну, я же не согласился, я говорю, не согласились, и слава Богу, им тайна, как могли, я ни один разговор их тайный, вы просто меня не видите, я с вами там был в кабинете, вот, их это настолько смущало, они боялись, и когда я сидел, и там один есть, еще одного, Маркус, арестовали, и ему вопросы задавали, а мне это потом прислали, Лапкин, ущел ли вас тайно запись ввести, тайно запись, а как вы узнали, вот это вопрос, их мучает, не знаю как, вот мы заблокированы в доме, допустим, 12 человек у нас, а в окна лезут там, КГБ и прочее, и никак нет, и как мы могли выйти, выйти никак, машина стояла перед дверями всю ночь, утром заходить никого нет, а меня поймали, уже на середине города я был, среди ночи поймали все-таки, вот, вот они заходят, когда там сколько стаканов стоит на столе, ну видно, 12, как вы людей могли вывезти, они там везде, каждую щель потолки ощупали, весь день, КГБ, и в подвале там копать, где через подвал вывел, погреб вернее, не подвал, никак не узнали где, по сегодняшний день не знают, видишь как, а мы в это время уже вышли, заранее договорились, когда мы спустимся, говорится, на землю, сразу в разные стороны, по два, по два в разные стороны, как учил нас Владимир Ильич, по двое в разные стороны, и мы так ушли, и бежали по крышам, по крышам, это боевик настоящий, может слышал, я рассказывал, когда, ну, мы идем, туман, туман, а со мной идет Гавриилов отец, он такой шустрый был, Решкунов, Алеша, а его на самом деле Леонид Ильич, туман, и мы уже обошли город, местный комбинат, и уже прошли километр два, не меньше, и он в тумане, на его улицу зашли, кто-то за нами идет, зима, мы тогда раз первую калитку и туда, а тот человек сразу добежал, видимо, маленько видел, куда мы ушли, а мы эту щеколку держим, он подергал, нету, и побежал дальше, я говорю, нам сюда выходить нельзя, давай быстро, мы перейдем так поперек, и с той стороны, в другую улицу выйдем, ну, и через ограду, там, сарай залезли, по сараю, я с сарай спрыгнул-то, и побежал, а этот человек второй-то, он больше меня, а тот другой случай даже был, и он не видел, что натянута вот так вот, проволока, по которой собака, бегает цепью, передвигается там, а мы-то спрыгнули-то на конуру, собачью-то, что там собака-то думала о нас-то, я так дверям, а его-то как проволока-то, натянуло и бросило обратно, к собаке туда, ну, и тут собака-то залезла, мы только на улицу выскочили, идти там, машина, остановили, под Белой Рущей, идти в машину, то я смотрю, они в Гражданском, я говорю, во, а вы кто такие, я говорю, тут думали милиция, нас там, а мы повыше милиции, КГБ, ну, и сгребли, а дальше в площадь, повезли, обыскы, это какой год был? Ну, до ареста, это, ну, какой год был, ну, 86-й, начало, это уже 86-й, это перед арестом вас уже, да? Да, как раз тут и арест был, уже, видимо, вас уже отпустили после, или был, или нет? еще только брали, в их разработку я вошел, сначала они меня потрепали, а потом уже, это, называется, КПЗ, предварительное заключение, а потом уже в тюрьму, а уж потом в лагерь, вот я к чему говорю, что я везде записываю, и они знались, я попутно расширяю, и вот меня, Беденко Александр Семенович, он тогда был майор, а потом стал генерал-майором, они на мне какие звезды-то получили, его сделали, кажется, в охране, начальником у Ельцина, по низеньки, ростом такой боевой, ну, и там на второй этаж беседовать, а он здесь, комната, а там мама моя сидит, меня вызвали, я мать все ее взяла, она была у меня как раз, и с собой зеленая большая сумка, в которой я магнитофон прячу, и вот он так, Игнать Тихонович, сумку отдайте матери, я говорю, зачем, сумка со мной будет, и он никак это, сумку-то отдайте, уже он не обо мне думает, а только о сумке смотрит, ну отдайте, я же знаю, что там запись идет, я говорю, у вас под столом, звучков, сколько навешено, везде, и он никак, тогда я ладно, говорю, пусть по вашему, я покажу вам, сумку я не отдам, я открываю, у меня там ничего нету, только лежит решение 22-го съезда партии, когда говорили, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, я специально взял-то, он так ахнул, ну вы, Марис, ну я говорю, где коммунизм-то, в 62-м году, если вам сказал, в 82-м уже должен быть коммунизм, мы уже при коммунизме живем-то, и меня не трогайте, каждому по потребности, моя потребность говорить вам о Христе, говорят, не вербовали ли вас, пока он думает меня вербовать, я уже обращаю его ко Христу, вот какое дело-то, и вот они знали, что я не боюсь, везде могут снимать, и я привык к этому, в этом возмужал, я нигде никого не спрашиваю, снимать, не снимать, я снимаю, и все, я сразу закон показываю, с собакой нельзя заходить, в банк получить там, а у меня написано, какая статья, кота разрушает, какая порода, я за вытащил, а девчонка-то побежала за директором, директор подошла, я ей отдал, я нагладно не трогаю его, я говорю, иначе я обязан подать в органы, власть мне разрешает, как гражданину Российской Федерации, и вот теперь люди, которые бывают среди, я не говорю о неверующих, ко мне подходит, огромная аппаратура, Лапкин, вы можете дать комментарий, вот что сейчас здесь было-то, а я на остановке стою, событие какое, пожалуйста, иду мимо городской, краевой администрации, мужчина идет приятной наружности, уже лето, О, Лапкин, остановился, вернулся назад, подождите, а можно с вами сфотографироваться, я говорю, можно, я не отказываюсь, мужчина идет, ему фотоаппарат передали, он нас сфотографировал, я не знаю, куда фотографию, меня в разных странах, в Америке, везде фотографировали, я бы руки поднимал, как японщик этот, от Иваньков, его уже арестовали, ведут, он все еще закрывается, а от пули не закрылся, и дают, как правило, в живот, чтобы попали, в несколько дней, в генском огне горел, и вот причина, почему люди против, одна из этих причин, второе, страх, нещеловеческий страх, а как бы чего не было, а как они узнают, а вот сейчас там, надо не отдавать свои данные, где-то, да все они нас знают, какие данные, меня спросили рождение, там, какой резус крови, что они там из меня возьмут-то еще, больше ничего и нету, у меня ничего нету, никаким производством не занимаюсь, открыто говорю, визитки везде дарю, мой адрес известен, миллионам людей, не тысячам, когда лагерь, книги, и везде обратный адрес, фотографии, в каждой книге, у меня 64 фотографии, ну и что, на одном канале, 22 тысячи роликов, я считаю, жизнь свою свободная, радостная, это дает мне здоровье, моя внутренность от страха не скукоживается, она работает, для чего призвана, и поэтому, рядом у меня, вот которые были так, ну как бы боятся, еще сейчас есть где-то, и сейчас-то ничего нельзя сделать, ну, что-то важное тогда, я их прошу, отсюда выйдите, но уже в ограде у себя, в моей комнате, мне никто не запретит, и в храме, там, в трапезной, мы всегда снимаем, а бывает священник где-то против, что-то, внутри храма он может, здесь нет, архиерей приезжает, мы все снимаем, когда был еще у нас Евтихий, они пришли в университете, я веду занятия, у нас все снимается, все записывается, поэтому у меня такой огромный, огромный склад, который еще не распечатан, на тысячи часов, это пыталась, и Лена, видно, не удается ей никак, Владыщук, который был, один какой-то сидел, записывал, на маленький магнитопон, а потом подошел, две коробки принес, сидел на первой скамейке, я вас все записывал, я уезжаю, я вам дарю это даром, но у меня поэтому, как-то Бог так делает, люди работают, приходят и мне все сдают. Игнат Тихонович, но все-таки интересно, как вы узнали, то что тогда говорили священники между собой, как вы об этом узнали, вас ведь там не было? Я так скажу, а ты другим как перескажешь, а тогда что со мной будет? Ну, конечно, как? В первую очередь, молитва. Молитва. Иногда я говорю, не зная, как было, а выходит точка в точку. И он такой испуганный, как вы могли узнать? Я знаю, потому что к Сидешеву мы ходили, у нас тут дом инвалидов есть, там разные парализованные лежат, чтобы причастить. И не я ходил, а жена ходила с кем-то еще. И он уже все, ну, это можно, конечно. Кому они? При советской власти. А потом, так, а вы кто будете? Ну, Надежда Лапкина. Лапкина? А вы кто, Игнатий, вы будете? Она жена. Как он начал вокруг, стал оббегать, как крещать начал у себя на втором этаже Кровой администрации. Или на третьем даже, кажется. Вот такое дело. Я узнаю того, что ни один не знаю. Допустим, у благощинного, отца Николая, дочка, дочка Татьяна, она учится, если я не ошибаюсь, в медицинском институте. Тогда был институт, сейчас университет. Так я понимаю. И выходила она замуж за Олимпия. Она еще не матушка, он не священник, но уже семинарист, и, видимо, все сговорено было. Ну, и он, он-то хороший человек-то, ему надо жениться, и рукополагается прям сразу же, проверенный на всех, такой же, как настоятель. А ее там узнали, и она висит на доске почета, комсомолка, и на доске почета в университете, в институте висит, и то, и начали ее. И вот теперь она приносит им бумагу. Вот я такая-то, вот такое-то, ну, если я не угодно вам, вы как это можете меня исключить. Я знаю, что это писал отец ее. Писал он за нее, а он осторожный такой, и она отнесла это. А я в этом институте никогда не был. Но что он написал, и там все, как она перечисляет, какая она хорошая, и правильно она говорит, я теперь, она их не боится, сказала, я дословно роспись ее и все у себя опубликовал. Это вообще для них неслыхано, где? В первую очередь, он написал, передал ей в руки, и она отнесла, и больше никого не касалось. Как я мог узнать? Вот второй тебе вопрос. Я тебя отдельно потом расскажу. И я узнал до точки точно, до одной буковки, и все поместил у себя в книге. Потому что я в этом не видел ничего плохого, а просто показать, как страх задавливает человека. Он такой, у него мощный был, у него здесь авторитет, но боялся всего. И умер. Уже умер. Три священника были, которые против меня свидетельствовали. Все умерли. Все. До моего возраста никто не дожил. Еще понял, надо идти открыто. И к следователю, вот мне подкапаться не надо было, что бы он не спросил, если другой был не задействован. Он говорит, ну вот сейчас там такое дело, и ваши показания не сходятся, которые дают в Украине, Белоруссии. Кому верить? Вопрос один и тот же задавали. Мы же разослали, чтобы там 12 кандидатов на УКТО на мне задействовано было. Я говорю, им верить. Да как так? Так, я им пленки дал. Им я дал пленки. А кому они дали, я знать не могу. Они копии снимали. И они сказали, что это вот там от вас, я говорю, не знаю. Я дал, да отдал ли я им-то еще даже это, я говорю, сказать не могу. Или от кого-то они взяли. Ну, у меня аудитория-то была какая на всю страну. И поэтому они помнят, а я не помню. И поэтому мне верить, я не отвечаю, даже не знаю. Ну, и поэтому они знали, что если спрашивать меня, переспрашивать никого не надо. А если кто-то ответит по-другому, сразу на ковер. Кто прав? Бывало такое, что человек сказал и не сходится с моим. Я сразу посмотрел, это неправильно. Она живет рядом. Живет рядом. Требую очной вставки. Ну, он ее привел Шишкина Раиса Владимировна. Она у меня помещена. И дальше начинаем разговор. Рая, на суд Божий пойдем. Там ведь по-другому будет. Он, прекратите запугивать ее, запугивать. Но она сказала, я это не знаю. Это я, наверное, в Тарапях сказала, там вот такое вот все. И она отказалась. Отказалась, расписку дали. Ко мне претензий никогда не было. Были такие, которые говорили, там у меня в таком Валмата, свой дом, там двухэтажный богатство, там убра, убранство, все это. И она стала ходить к нам на занятия. А ее допрашивали тогда на занятия. Потом стала в общину ходить. Крещение приняла. Но родители остались в прежнем враждебном состоянии. И они ее пилили и пилили, и она ушла. Вот. Потому что, почему? Делала пропуски. Тут болело, что-то с ней с кожей было. Стали как бы сторониться. Ну, просить пока пройдет, это заразная болезнь такая. Вот такое дело. Какие бы ни были причины, но она осталась с нами. Там еще нельзя сделать. Там все вокруг, там развод, там дети почти куда, там дочка там тебя рекламирует, еще не надо. И все это мы узнали, надо что-то делать. Вот так. А как я узнал? Спросишь отдельно, при встрече. Ну, что я знал? И что он говорит? Ну, я же не согласился, а это так, теперь я печатаю дословно, это не один документ такой. Как? Притом, я ничего не делаю, нигде не крадусь, не сгибаюсь. Говорю открыто. Я знаю. Даже в КГБ, когда было такое, они не один раз спрашивали, «О, Игнатий Тихович, вам бы только у нас работать. Как вы любите порядок, какие у вас люди, они удивлялись всегда. И вы такую власть имеете? Какая власть? Они добровольно пришли, добровольно могут уйти. Поэтому я никаким... Вот один звонит мне и говорит, «Я не могу, я, наверное, умру. Я что-то у меня самой...» Ладно. А в это время я занятия вел в университете. Я говорю, «Что с тобой, Вася?» «Да я хотел покаяться перед вами». «А в чем?» «Ну, я к вам ходил». «Ну, ходил». «Да что тебе из этого?» «Ну, ходил и ходил. По-хорошему было». «Так я ходил не сам. Меня КГБ послали. И я все им докладывал, что у вас делается. Я говорю, «Ну, давай по порядку. Что ты у нас видел, им передал?» «Говори». «Ну, что у вас, сестра ваша живет?» «Да какой это секрет-то? Сестра живет. Моя родная сестра работает на заводе. Ну, я сказал, что занятия идут. Ну, не сказали, а что там на занятиях? Ну, а ты-то что сказал?» «Ну, я сказал, что Библию изучают, там пишут». «Да они тебя посчитали-то за еродивого». «Ты спокойно умирай. Я тебя простил». «Ну да». «Еще нету. Если за мной ничего...» «Было бы, Иов говорит, я бы боялся многолюдного общества. А я не боюсь, везде выхожу. Кто бы ко мне не приехал, я его фотографирую сразу, снимаю съемки. Но относительно верующих, скажу, вот этот страх, это недоверие к Богу, это значит, что дела его шалудивые, никому не нужны, и он будет все равно выглядеть. Вот почему. У меня хоть что бы сняли, это меня только держать будет на плаву. Я говорю, не скрываюсь ни от кого, говорю как есть, а властях вообще не трогаю никак. Никак. Враги ваши берут ваше же видео, которое вы выставили, и против вас их направляют, другим показывают. Да. Но против-то меня нет. Они против себя это направляют. Я было, два раза обращался за помощью, допустим, прокуратуру, вот такое дело, он там голову отрезает, и там ляпнули так, то у него все исчезло, а у него, оказывается, он СТНР, дом у него разврата был, да не где-то в Казахстане. Все развели. Мне дали ответ, работа проведена. Вот так, поэтому аппарат этот для меня нужен. И вот утром я бывает записываю, иногда меня записываю где-то, и лезу к голубям, кого-то попрошу записать. И вот Лена, котирую меня, есть друзья здесь, я никогда ни слова против, согласна. А если который прячется, сгибается, он мне близкий не может быть, он меня стесняет тогда. Ну, здесь моя ограда, я иду, снимаю, а он начинает прятаться. Ну, таких человека два, может быть. Человека два, живущего грехе, или жившего грехе, смертным при том. Я знаю. И поэтому на них остался отпечаток этот. Честному человеку скрываться не надо. Тем более, если ты верующий, я отвечаю за свои слова. Если я имею выдержку, со мной могут разговаривать часами, днями. Я в ответ ни одного слова не скажу. Ни одного. Так что меня везде за глухонемого считают. все. Игорь Тихонович, вы там фотографию сбросили. Гроб привезли. Да. Древянный. Нет, не привезли, он там лежит. Потому что меня хоронят, потеряюки будут. И я, когда Серапиму хоронили, у нее гроб был дома, сделал ей Андрей. Ну, вот, 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 вот. И я тогда сразу на другой день прошел и говорю, ой, как мне понравилось, я говорю, ты сделай мне. Ну, я не знаю, как он делал там ему, а я сразу заплатил деньги. Он попросил, сколько, я ему в три раза больше дал. Он свой человек. Я говорю, сделать из моих досок. У меня доски. А он сразу-то не посмотрел там ниже, сверху сороковка лежит, а там дюймовка. Я наказал. Такие возьми, где там сучковатые и прочее, чтобы не в дело-то она не была годная-то. Доска-то. Ну, и не строгать. Я гляжу, тут вроде постругано. Это он уже нарушил мое обещание, это договор-то. Ну, я никакой материи, ничего, чтобы не было. Ну, единственное, что можно мне в гроб положить, это стружки. Стружки, которые когда строгают, ну, и подушка. Подушку там можно еще положить, там только голова. Дальше, в сапоге я уже отметил, для похорон, там стертое, где на благовестие ходил. Сказал, на грудь меня положить новый завет, Псалтирию, заламинированная в нескольких слоев салапана. Может, кто-то будет открывать и найдут и на кресте написать. Бесплатно можете взять. И чтобы она заламинированная висела, менять, когда будет кто-то брать. Ну, я в деревне, там резко что будет. Но я хочу проповедовать из гроба и быть наружу. Надо, чтобы какой-то был как навес небольшой, чтобы можно было подвесить эти Евангелия и чтобы дождем их не завалил это. А никак. Если это заламинированное, в салапане никак. А на крест это не сделаешь. Вот когда на кресте делает, это можно сделать, но я не люблю это. Это крышка от дождя, чтобы не гнул стебель. Вот, да, может быть, этот надо сделать. Нет, 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 это мы обдумали. У креста на самом, у креста это можно сделать маленький такой от дождя. Либо маленький, либо маленький, да, снизу такой, чтобы руку туда сунул и все. А надпись будет стоять такая, хорошая надпись. Ну, вот так. Я себя обдумал, пошел, где мамина могила, ты видел, там я лег, там тебя застолбил, флажки сделаешь, и тут, ну, тут небольшой спор был. Батюшка говорит, я рядом, не ты. Договорились, а кто раньше умрет, тот рядом с мамой, а тот через одного подальше. Там я выдержки сделал, взял, меня накидали из Лизана Златоуста, смерти бояться не надо. Еще тут такого нету. Да как по-разному, там, да вам дожить надо, да другое, вот вы будете там, там, походотастить за нашу родину убиваемую, разлагаемую. Я говорю, слушаюсь, ваше высочество, ваше высокоблагородие. Да. Ну, тут понятно так. Люди, которые прячутся, не хотят, чтобы где-то попали в кадр, в моих друзьях никогда не были и не будут, потому что им будет тошно, им будет трудно. Я их никогда не буду спрашивать. А я вот иду там, в городе, конечно, на остановке стоят, я на него направлю. Нет, я снимаю общую, а раз ты на улице, тебя и спрашивать никто не будет. Я снимаю всех. Тебе не надо, отвернись, отойди. А, конечно, кому-то зайти во двор и снимать, это другой вопрос. Этого делать нельзя. Ну, это, это такой закон. Ну, да. У нас один нашелся, чтобы у него снимать, то я должен 10 тысяч ему дать. Я вообще ошалели. Тем более мне говорить, когда половина дома за мой счет построена. Ну, сейчас он придерется к вашим словам и скажет, что не половина дома. Он не половина скажет, но почти половина. Да. Я точно не знаю, сколько всего, потому что скрывают это все. Ну, и что еще придерется-то? Ничего и нету. Я только знаю, я помогаю, когда людям то говорю, если уезжать будешь, все вернуть. Я делаю для потеряевки, не лично для тебя. Вот так. Ничего тут такого нет. Вот почему так это бывает, то есть причины такие. Неблаговестие, дальше ложные страхи. И вот когда перед этим было, я вышел от Володи, помолились когда мы. И там, где дальше домик, и вот так какой-то предмет летал. Ну, все говорят, это квадрокопер, купил там такой-то. Ну, ночью в темноте квадрокопер. что зря-то говорить-то. Кто это? Я по сей день не знаю. Летущая мышь, она так бы не светится, и так тихо не летает тут плавно. Мышь летующая, она стремительно летает. А уже снег выпадал. И прямо через дорогу около Глушковых разворачивается, опять там домик, и на высоте намного выше, чем человек. А только что умер один человек у нас, там где-то знакомые, даже два. Бывает так, душа человека, как принято считать, за 40 дней она должна пройти все места, где она была в жизни. Мне долго придется путешествовать. 40 дней. Три дня, по-моему, как считается. А потом она уже 40 дней, это восходит же, насколько я помню. Ну вот восходит, а три дня так, а это речь идет вообще на мытарстах, и на мытарстах подтверждение, как бы. Ну, это все важнее. А вот тут как раз только что умер человек, и в это время я вижу. Не знаю. Я, конечно, открестился, постоял, посмотрел, опять разворачивается, из-за дерева, опять поднимается повыше, как ступенька, и там оттуда только, ну, на уровне почти крыши. Не человек ходил, это точно. И ночью ходить там ему не зачем. И зачем уходить с фонарем? То есть это вы отвернулись, опять смотрите, и все, опять видите это, да? Опять вижу. Я отвернусь, перекрещусь, и у меня тут возможность стоять, быстро открыть, зайти сюда. Я схожу, а там то дерево, оно как бы и закрывает. Так, если за дерево этот предмет поднимается, доходит до того дома, первый дом, где матушка там, и опять сюда. Ну, где-то среди деревни, вы там, кажется, сучки кто-то убирал даже было. Вот так. Ну, которая прям внутри деревни выкопанная, пруд сделанный. Вот, ближе сюда, Оглушковых. За Володей следующий дом, туда пониже, в сторону батюшки. И вот там, где дерево растет, оно вот так вот ходило. И у меня не было что-то там заснять или как-то. Ответа я никакого не нашел. Вот видишь, на меня выходишь. Игнатий Тихонович, все там, это из-за этой, которая, домовина. О, я все это помещаю, копирую. Это так похоже на домовину. Да какой красивый. Вот видишь как, еще и позавидуют. Относительно съемки, меня сильно ты не насмущаешь в этом деле. Если я захожу в трапезной, до службы, там детские занятия, я все снимаю. И здесь, когда батюшки нет, свободно все снимаем. А когда где люди сидят, там нужды нет заходить. Есть такие, которые хорошие, грамотные, но боятся. И боятся, почему от родителей этот страх получили. От родителей. Я знаю родителей, и все, хорошие были, но боялись как огня. Как огня. Запись на магитофон, там фотографии, всего. Нормальные люди, сегодняшние наши. Я не хочу, чтобы он боялся, молился. Пусть молится так. Игнатий Кнович, ну а были такие у вас в истории, ну вообще в вашей жизни люди, которые отпали, а потом вернулись и на ту же высоту, которую они до этого были, вернулись. Ну, такое вообще было. Я бы говорил, ни одного случая в моей жизни не было. Когда ушли, они где-то там, чтобы на прежнем состоянии остаться. Этого не было. А когда оттуда подпали и пришли опять к нам, это возможно. И при том, очень быстро, быстро, буквально несколько дней. Но если они ушли, и там где-то прозябают, ни один, только низ, вот так все время ниже, ниже, и наконец исчезает из виду. Потому что то, что получали здесь, только занятия, обиходы, заботы, Слово Божие, там нигде ничего нет. И он, наконец, заглыхает и истлевает там. А вот так сказать, который был против где-то что-то, а потом пришел, ну, рядом я не вижу таких. Ну, думаю, что были. Если так подумать, то, если они приходили, они каялись, искренне. Я вот там был, ничего нигде не получил, там примите меня. А бывало такое, что пришел и снова заколбасил, как говорят, и снова пал. И только тех, которые близко не были, они начинали отдаляться. Ну, бывает, закладывают или еще что-то. Нет, это не враг, он молча все делает, и хороший-хороший человек. Везде все делает, приходит, мастер такой, смотришь, опять слег. Беда просто. А вот Митар Тарабич-то говорит, что говорит, Митар Тарабич, что вокруг него, говорит, будет много лицемеров. Да. Но что интересно, я про него, про Митара Тарабича ничего не знаю. Он умер-то в 1899 году. Ну, почти в 1900 году. И когда люди пристали, говорят, а тут про вас сказано о пророчестве. Я просчитал, многое сходится. И его книги, и маленький человек, и на севере. Ну, я не знаю, как. И столько людей, они будут там по ним понимать, а потом только дойдет до них, какие они лицемеры были. Ну, что, это переможем. У меня много друзей и много врагов. Это говорит о том, что я был живой. Я все вспоминаю. Оскар, Оскар Уальд, говорил об этом. Я вас, говорит, просчитал столько клевет, что теперь, несомненно, знаю, что вы хороший человек. А, Игнат Иханович, а вот когда вы стали такие всеядные, вот вы читали все газеты, начали журналы, там, литературу, даже вредную, которую, с какого момента вы, то есть, наоборот же, как правило, запрещают себе читать все это. Наоборот. Я никому не советую, никому не советую делать то, что я, дело в том, что в душе у меня это было, я должен это знать. Вот представь себе, в пяти университетах, в тринадцати школах, три радиопрограммы еженедельно, на заводах, фабриках, везде вопросы. Школьники, студенты, милиция, во всех отделах, у нас пять отделов милиции, городской и краевой, я везде вел занятия много лет, летное училище, заводы, фабрики, воинские части, это все моя аудитория была. По эфирному времени я был на первом месте в России, а может быть и в Союзе, может быть, потому что у меня огромнейшая была аудитория. Я приходил не с пустыми руками, полные рюкзаки приносил Библии, они были по стоимости почти в десять раз дешевле, которая в церкви продается. Почему? У нас канал был, привозили, только на дорогу сколько, курьеру отдать. Ни за одну, ни одного рубля. Вот я на квартире, я жил когда, не на квартире, у меня на квартире жили студентки, ни с одного человека никогда, нигде нельзя. Вот брат Игорь жил за стенкой, четырнадцать лет с женой. Да как бы я взял, даже рука не повернется. Он нуждается, а я бы брал. Смешно. Ну и Господь делает так, что живу по сей день. И сегодня я позавтракал, и вчера завтракал. я сытый, у меня все есть. Ну вот когда я начал считать, сейчас я это закончу, так, и поэтому у меня литература, это, я газеты, имел доступ к газетам, допустим, ну газета, союз пищать. Я договариваюсь, она бесплатно отдает, договаривается с тем, кому принадлежат газеты, и тот согласен, я забираю. И у меня, я не знаю сколько, но больше десятка газет было, которые регулярно на меня шли. И они у меня подчеркнуты, все, я сам переплесчник, реставратор, профессионал. И я это переплетал, и они у меня где-то хранятся. Только дома заходили, если на склад, на балерину-то, и там написано сколько, 750 килограмм литературы. И, вот, если, допустим, юный натуралист, это хороший такой, про природу все, я их набираю 12, она толстая получается, сам переплетчик, я переплету, ну, там никогда не узнаешь, что это такое, как будто бы она заводская. И поэтому у меня такой огромный, огромный арсенал, и написано для будущих поколений. Мне это не помешало, но другим не советую, иначе голова как помойный ящик будет. Но так как я много считаю Слово Божие, молитву исполняю и днем и ночью, то у меня это не повредило мне ни разу и никак. Никак. То есть надо с молитвой, если читать, то надо с молитвой и... Да. Я и писателем писал, поэтому у меня огромные связи. В литературном институте выступал тогда, те годы, при советской власти. А уж когда, как, тут все не перечислишь. В каких городах, где искал артистов насчитать вот это, когда Яковлев появился. Геннадий Михайлович в будущем убитый кришнаитом или выдавал за кришнаита себя. Ну вот так. Так вот я и живу перед... пробиваюсь. Пробиваюсь. А вы когда... Вы... Ну, каждый день, когда я кушаете, вы себя до голодного состояния доводите или у вас всегда в одно и то же время? Или вот вы пока голодный не станете, ничего себе не будете делать? Или... Или в одно и то же время дома? Вот когда вы вот в данный момент сидите за компьютером дома, как вы питаетесь? И сколько раз в день? Три раза. Вы говорите о пище физической? Да. Да, да, да. Ну, три раза. Иногда себе думаю, пообедал вроде бы, хорошо, не буду вечером. А к вечеру думаю, нет уж, поужинаю, потому что спать холодно. А я знаю, если котел этот не заправлен, то будет холодно. Я поем, мне тепло. Не то, что я там без этого не могу. А что за старое? Сухари, вода горячая. Вот так. Иногда. Вот утром сегодня Володя сготовил. Не сегодня, или вчера вечером нарезанное на сковороде, называется тушенка, воды налил. Посмотрели, а там разрешается растительное масло. Я вот туда. Вот. А сегодня разрешается рыба, карасики потеряевские. Еда как будто бы такая скромная, но настолько она хорошая, что я не болею, ничего. У меня все нормально. Все нормально в организме. Я не чувствую, чтобы там живот болел. А я пять лет, когда было, мне я болел, думали, помру от живота. Меня мама вылечила. Вылечила благодаря своей мудрости. Мед был в слягах. И посылали меня в погреб, ковырять этот мед, кто приходил покупать. А ложка была такая, вот как будто бы яблоко пополам перерезать. Щугунная такая, ручка такая, в палец толщиной. И я туда, оттуда, оно не выходит, я каждый раз должен был оттуда выковырять. А последствия, когда выковырну, надо облезать. А мало того, там больше оставалось. И на голодный желудок мед. Это потом я только просчитал. Сын и отец на сале, они 30 лет мед лечили медом, там знали, доктор такой. А я ничего не знал. Просто так получилось своя пасека. И я туда-сюда основал. Игнар Тихонович, так это, суббота, сегодня суббота, сегодня не только рыбу, сегодня, ну, сегодня все можно есть. Завтра можно рыбу. Мясо-то не едим, молока нету, яйца нету. Мы не едим, у нас круглый год нету его. Не против, а просто не едим. Нет, я знаю, что просто кто смотрел, а то подумает, что сегодня только рыбу можно. Нет, 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 ну, пускай не думают. Кто рядом с нами, приезжает, там приехал с колбасой, это его дело. Его. Лишь бы не кровавое было, не с кровью. А завтра уже пост начинается, завтрашнего дня. Завтра пост, но пост такой, что разрешается и рыба, и масло. Да. Ну, у нас материал есть о посте, а рождественский пост, он так, небольшая строгость. Да. До 19 декабря рыбу можно вообще не есть, кроме среды и пятницы. А с 19 декабря только в субботу и воскресенье. А дальше 18 сочельник. Для тех, кто мясо не ест, этот пост вообще почти, как будто ничего нету. Так у нас ничего нет, мы даже не замещаем, когда он пост начинается. У нас мяса вообще не бывает, круглогодично. Сколько лет? Ну, 50 с лишним лет, я его не вижу. Я тоже не ем мясо. Вот уже, может, два года уже как не ем. И хорошо? Да. Организм человека более травоядной пищи. Вот яблоки, картошка, там что-то такое есть. Более желудок расположен. Он говорит, у нее похож на свиной. Не на коровьей. И как же то надо есть-то? Ну, мы-то едим-то такое, что оно не трава. Заварка есть. Вот у меня банка меду, который купил там, трехлитровая она банка за тысячу рублей, за тысячу двести. Я ложечкой ковыряю. Ну, ковыряю, это вот, допустим, ноготок, это на три части у меня. Таненький-таненький, стоя маленький, лишь бы на язык попало. С сухарями. И опять. Все равно убывает. А Володя там как, обучение проходит сейчас, да? Проходит, проходит. Занятия идут у него, он среди недели ходит. Но сегодня, наверное, занятий нет. А он, когда у него начнутся уже эти экзамены-то? Я не могу точно ответить. Боюсь. Еще, наверное, месяца два. Да. Я говорю, а китеры-то сможете? Нет. А на грузовой можешь ездить? Нет. А заплатил 25 тысяч. Ну, просто за Б, категория Б, и все. Только легковая машина. Беспризорному, к другому, все на Б. Это у меня есть ролик, я разговорил. 5 Б, без которых никого не спастись. Видели? Да, да, да. Библия, благовестия, а Бог, благоволение, благословение. И вот без этого никто не спасется. 5 Б. А вот этот ролик-то я поставил, 40 Владимиров, то вы меня прочитали? Да, да, да. Я прочитал. Это не каждый составит такое, 40-то, которые мне помогали, не просто я встречался с ними, а помогали. И кому-то я что-то помог. 40 Владимиров. Я там говорю, в моих книгах, 702 раза встречается слово 702. И 20, кажется, 7 раз до слова Божия нету. И во всех стихах два раза. Поэтому я взял тех, которые встречались со мной и как-то помогали. Мэр города, допустим, начальник там, милиции, генерал. Я пишу, какое участие они приняли. А первым начинается Володя Пащенко. Со мною и за меня. Вот это даже простая такая тема, я ее поднимаю. Ну, никто, почему это, никто не сказал. А уже загадку мне загадали. А попробуйте, сколько у вас будет женщин. Я посмотрел, имена все разные. Почему? Они никак не могли быть там, где я есть. Я в тюрьме, как бы они попали. Я в лагерь, как бы они попали. А у меня и там, и здесь, и здесь Владимир. Ну, сорок. Ну, любой скажет, что, четыре стороны и по десять Владимиров стоят. Владимиры? Да. Такой даже маленький, это не ролик, ничего, а просто, ну, данные такое дать. И гляжусь, считаю. Я объясняю, кто они люди, какое отношение ко мне имеют. Вот почему считаю, что открыто жить, красиво и интересно. Да. Ну, слава Господу Иисусу Христу. Благодарю за беседу. Аллилуйя. Ну, я не все проговорил, так что, снимать нет, потому что как-то попутно эти события захватываются. Что за люди, почему? Я об этом думал не раз. И мог ли я быть вот таким, мне говорят, вот если бы вы родились сейчас при Талибане в Афганистане или в Ираке, вы бы о Христе узнали, узнал. И вы бы были христианином, да. А грозили бы смертью, стал. Я это знаю, что стал бы. А как вы узнали? Бог привел бы где-то просчитать. И выбор мой сразу был бы. У меня внутри, когда Библии не было, я уже этим жил. Меня никто не уговаривал, никто не считал. На полчаса дали мне Библию и все изменения произошло. Почему? Внутри меня это было. Это внутри избрание было. Поэтому я бы даже не избирал, я уже избран в этом деле был. То есть человек должен быть готовный, готовый порвать со всем, что он до этого знал, во что он верил. Иначе бы как тогда он может... Вот, допустим, родился ты в исламской стране. Если у тебя нет готовности порвать, если это не истина, со всем, что ты до этого знал, то ты так и останешься в этом, никогда истину не познаешь. Я потому что задавался таким вопросом, я думаю, вот я родился в православной стране. И думаю, как? И это же силы, сильное притяжение, притяжение быть православным, если ты родился в православной стране. Ну а вдруг это не истина? Вдруг... Ну, я просто подумал, а я такое притяжение имею, как к этому. То есть я должен внутри себя был вначале порвать, я думаю, так, если православие не истина, то я его порву с ним сразу же. Но оказалось, что истина. Потому... Потому что иначе это нечестно. Ну, как бы, иначе у тебя нет этой свободы. Ты иначе будешь всегда рабом какого-то, ну, вот этого, своего рода, своего там, страны своей, своего традиции. Раб. А не то, чтобы ты... А должен быть рабом истины. Я считаю, что все люди, которые родились, хоть где, они должны внутри себя иметь решимость порвать с тем, что они где родились. Если этой решимости нету, то ты тогда... Как бы, цена веры, она не получается такой, какая должна быть. Веры нету. Я записан был в разных городах, где бывал. Я старался найти самый центральный библиотек. Несколько библиотек записан был. Я много читал. Мне нужно узнать, от Бога или не от Бога. И у меня фраза такая есть. Я потом ее нашел. Если кто хочет жить Бог, Господь говорит, пусть исполняет. Это и есть она. Не так, но понятно. Поэтому кришнаидство, Роза Мира, Андреева, Леонида. Я их все тщательно, тщательно изучал. Что такое буддизм? Я оперировал этими данными, как есть. Что такое ислам? Я внимательно смотрел. Что такое фашизм, Гитлер? Я настолько глубоко в этом вошел, что мог разговаривать бы сейчас, если в немецкое время, мы подумали бы, что я учитель в университете. Я в нем все от детства знаю и все подробности. Я этих фильмов просмотрел, документальных, я не знаю, но сотни три, наверное. Мало того, я все конспектирую, смотрю. Я всегда узнаю коммунистическое. У меня полный комплект, сколько, не знаю, 55, что ли, там, Ленина. И я беру с собой на работу два того моих и считаю. С коммунистами я мог назвать том странице, где что. Я нашел человеческое, страшное. Видеть, я могу дать характеристику автору тому и другому. Почему так написано? Причина, почему так? Я думал, я начинаю так. Сегодня я вот такой-то коммунист. Я все знаю, вставках считаю. Или сегодня я масон. Я буду тщательно исполнять, но я сразу же понимаю, человеческое. Даже с благими намерениями, но дорога в ад ведет. Но когда мне в руки дали Евангелие, Новый Завет, а хозяева обедали, я в другой комнате уже до шестой головы досчитал. Все, я буквально трепещу. Скорее бы Бога вас благодарить. Я нашел, нашел, нашел навсегда. Он встретился мне. Я его не знал, я его искал. Вот Иуда Бенгур и там один такой, который искал. И он увидел, что лежит Иуда Бенгур, и он подошел к нему и думает, он такого возраста, как ты, вот примерно, он подсчитал, видно, по Даниилу. И он нашел Христа. Мне не надо было уговаривать, искать, дали просто книгу. А книгу, если бы я пошел где-то учиться, я бы ее нашел. А не нашел, где бы Бог мне на облаках написал бы. Я узнал, Христос умер за меня. И кровь свою пролил страданием, на кресте меня он искупил. Даже в то время, вот я плаваю, допустим, вот так, Робинзон Крузов, корабль разбился, я на острове, никого нет. Но мне 23 года. И там бы одна туземка была красивая, видная. Ну, 23 года. И она ко мне с первого же дня пришла, и мне холодно, надо погреться, то другое. Я заранее знал, как буду. Я залез бы на дерево, на пальму или где, свил себе гнездо, как гориллы, и там бы жил. Сошел, когда ее нету, но бы я к ней даже не прикоснулся. То есть у меня страх был огромный, потерять будущее. Я себя на этом испытывал, и поэтому Господь хранил, страхом удерживался. Мама это дала. А вот были беспоповцы, я порвал с этим строем, я теперь не там, там, где есть священство, есть святые таинства, а это держаки беспоповцы. Но если бы был там у баптистов, нашел бы православия, нашел. И нашел, вот я говорил, как я сидел за столом, креенка на столе. И для меня решающий стих был «Сея с вами в осенне до скачания века», 28-18 Матпея. Вот сегодня столько-то. Когда я обратился к Богу, где-то я просчитал там 360 разных наименований, никаких динаминаций, я понял, это не динаминации, конфессии, это не слова, ересь, ересей столько. И как узнать, где? Трудно узнать. Я решил тогда так, идти дальше туда, к первому веку. Наконец, до 13-го дохожу года, только 130 было. Я еще дальше отхожу, нахожу 15. Душа уже, ну где же, если тут нету его, ни в одном, значит, тогда Христос обманул. Но он где-то здесь, в этих 15. Я должен достоверно иметь, наконец, я спускаюсь к первому веку и вижу. Дальше идут которые, учителя. Я нашел, а в другом месте не было никого. А те, которые позже пришли, открыли ария, они никакого отношения не имеют к тому, что идет оттуда. Я пришел опытным путем, рассуждая внимательно. Теперь, где достать эти труды? Вот я говорил, когда корабль отправили наш на ремонт в Литву, к Лайпедо. Ну вот, время-то свободное было, а я по городу пошел. Узнал, где молятся. А там-то старобрядцев много. И один такой, могутный старик, борода такая. И он меня к себе пригласил. Сейчас не могу сказать, как звать. У нас тут, кажется, кто-то есть такой. Недавно кто-то пришел на фотографии. Ну и дальше. Знаешь что-то? Я когда пришел к нему, а у него блаженок феофилакт. Я никогда не видал. Я только взял, стал считать, я понял, это Бог отвечает через феофилакта. Я сел конспектировать, а его две девушки. Видно, одной там лет 17, другой, может быть, 16. Красавица. Я сильно любил косы, а у них коса в руку толщиною сзади. Я в комнате сижу, а не то одна пройдет мимо, то другая. Ну, я был не такой маленький, там, видели как. Вот. А вон-то, может быть, и сель какая-то была где-то. Я ничего не знаю, не слышу, не вижу. Только не трожьте меня. Я до 24-й главы Матфея сумел заэкспектировать. Не фотоаппарата, ничего нет. И корабль наш уходит. Ну, простился. Добрые чувства остались. Ну, девушки, скажу, первоклассные, хорошие, сохраненные. Я бы никогда на бывшей дне девушки или бывшей за кем-то замужем никогда бы не женился. Никогда. Я женюсь только на девственнице. Это у меня заложено было. И вот дальше нигде нету больше. Я это теперь до 24-й знаю, а дальше нет. И теперь я должен был кругом пройти, поселиться, жить в Волгоградской образе, в Пензенскую. И в Новосибирск когда приехал, то уже прошло года два. И тогда у старообрядцев мне дали полный уже на Евангелие и на послание. Я быстро-быстро законспектировал. Потом на машинке все это отпечатал. И по ним несколько лет, пять, наверное, вел занятия в университете. А дальше у меня началось, почему же так тут вот надо усилить? Вот комментарий тогда. А почему бы, что я издам отдельно трехтомник такой, который по восьми параметрам самого лучшего? Потому что у меня в это время новозеландская, зарубежная, дореволюционная. Я вижу все с недостатком. Непрофессионально. Как вот симфонии неканонические. Сколько их перебрал, нашел? Один ответ, непрофессионально, трудно искать. Я издал. Я смело могу и докажу, что издание моего симфонии самое наилучшее. Я глаголы все свел в один. Поиск, наверное, можно найти. А они там по падежам вводили. А я не знаю, порог на пороге, порогу. А бывает и меняется. Прямо буква-то даже не такая будет первая. Вот почему. И теперь, когда я уже подумал это дело сделать и сделать, по открытым окам. А на панаил, который был, она говорит, нет, надо отдельно издать. А как отдельно? А теперь в интернете я нашел несколько вариантов перевода. Я нашел вот этот вариант самый лучший. Ну, враги-то нападали и на этот-то. Теперь, когда уже у меня все готово, Гюставо Даре подумал, раскрасить никак. Первое издание у меня было черно-белым, 104. 104 гравюры. А уже в новом все 230. Вот уже большая разница. И раскрасили, там у нас написано, кто красил. Ветхий завет Добунов Игорь Владимирович. И вот в одном месте сказали там, когда он шел, левит-то один, жену-то свою обратно возвращал, а там ее изнасиловали, она умерла. И он идет, какая она и какую он везет, она лежит там на осле, он везет. А деяние-то разное. Как вы не досмотрели, как не досмотрели. Я посмотрел, правда. Я говорю, да какая-то она, он переодел, потому что она была без одежды, они сорвали это. И поэтому, что было, то и надел. Точно. Это бывает, обстановка такая, думать даже некогда. Мгновенно должен ты дать ответы, но это уже опыт. Да. Надо заниматься все время, слово Божие считать. И молитву про себя творить и дешевле где-то или как-то. Почему он так вот поступает, такой-то человек? Вот я смотрю, спрашиваю, Осипов, за Осипова молитва не идет совсем в тупик. Я говорю, а у меня она вылетает сразу. Вот за Осипова нет молитвы. Почему? Обманщик. Он не верующий, может масон. по всем признакам масон. Он перепортил людей, конца края нету. И он Бога совершенно не боится. И вот все ужимает губы, бритый, 80, наверное, три года ему уже или четыре, и в галстуке, вот в удавке дьявольской. Противно это все. Ну да. Ну вы-то, вы можете его, о нем говорить. Как не говорить-то? Я говорю, я ему посылал свои материалы, и главное, он не осудил меня ничего. Не, не, ну а что там, к истинному православию еще 14 тем, которые я отдельно издавал листочками. А почему вы в этом, в истинном православии, в книге, тему к исповеди решили, что всю тему рассказать об общей исповеди? Ну то есть вы, вот тема исповеди, там только идет об общей исповеди, ну то есть как к ней относиться? Почему вы так решили? Такая, ко мне священники приходили и говорили, напишите нам, как убили устава, что мы должны спрашивать где-то. Я-то уже много читал и вижу, спрашивают не о том. И поэтому там у меня все впереди уже сказано. Они должны спрашивать его, рожден ли он свыше, если не значит, не знают помочь. И спросить, когда он последний раз читал Библию и идет ли проповедовать, сколько может. Это, они никогда об этом не спрашивают, а без этого все остальное никакого значения не имеют. Ну это в главе у вас о покаянии написано. А вот во главе об исповеди, там только об общей исповеди вы говорите, ну то есть показывая ее, то что она не сходится с этим, да. Ну я не буду ничего тут объяснять, потому что в покаяние все входит. И поэтому исповеди называются как уже таинство, я знаю, они как прилипают здесь, а книга идет для всех. Это функция священника, как вы можете говорить, я уже много слышал, поэтому я показал то, что можно просчитать, что говорит Серафим Щищагов, и что говорит об общей исповеди Яна Кронштадтского. И вот я это все показал страницы, книги. Этого достаточно и покаяния. Главное, что это в книге, в настольной книге священнослужителей написано все, там же ссылка, вот это меня очень удивило, что я думал, прямо там и написано. А настольная книга священнослужителей, это что за книга, чем она является вообще для священников? Она как бы, это всем выдается такая книга, когда священником человек становится, или как? Это руководство к их действию, что это такое? Они ее издали, и нужно покупать. Там за томом идет. Я не знаю, сколько, но я знаю, было 9 томов. И в одном томе хотели мой огромный труд поместить о нарушениях в церкви, какие соборные правила нарушаются. У меня полная разработка была. И я их была уже перепечатана в виде, я послал им уже переплетенную. А тогда помню, там Иннокентиев какой-то был, юромонах, видимо. Прошло время, мне обратно выслали. Не можем понять, потому что я ее обрезал и не заметил, что там буквы я их пообрезал. Когда я подгонял, ну они же разные листики, то теперь мне надо заложить в тиски и обрезать ровно. Ну и вот так все заглохло. Я говорю, ну я вам сказал, сколько-то, ну сами-то считайте, может и больше. Я же в алтаре не был. Ну я знаю, что в алтаре делается. И в какое правило нарушается. 413 правил нарушается. Ежедневно, умышленно. А всего 719. 57% правил нарушается. Ну вот, настольная книга священнослужителя. Там такие хорошие материалы в ней бывают. Я удивился, как это пропустили такое. Так там другое. В третьем томе 601 страница высказания Серафима Старовского. Это вообще. Я говорил, я говорю, там мы знаем, кто там захватил власть, то другое. Как? Не знаю. Никто не может сказать, как они могли напечатать это. И он определенно и четко говорит о том, что дальше будет. Церковь. Ну, просто найдите. Третий том, 601 страница. Я там неоднократно ссылку на это делаю. Да, сейчас. 601 страница. Это я на столько книги священнослужителя брал. Третий том. Первые два тома, там Жития Святых. А мне, убогому Серафиму, Господь открыл, что на земле русской будут великие бедствия. Православная вера будет попрана. Архиереи, церкви, Божьи и другие духовные лица отступят от чистоты православия. И зато Господь тяжко их накажет. Я, убогий Серафим, три дня и три ночи молил Господа, чтобы он лучше меня лишил Царства Небесного, а их помиловал. Но Господь ответил и прямая речь Бога. Не помилуй их, ибо они учат учениями человеческими и языком чтут меня, а сердце их далеко отстоит от меня. Настольная книга Священнослужителя, том 3, страница 601. Вот так. Как пропустили это? Вот из всех томов, вот это вот самое такое, могли тормознуть, но пропустили. Это милость Божия. Не помилую. То есть они приговорены. Хотя Иоанн Креститель говорит, большая часть священников погибает. Больше. Если 10 было, 9 в аду может гореть. Но во всяком больше 5. Больше полов. Большая часть. А здесь прямо как будто ни одного нет. Это нельзя считать без содрогания, без ужаса. И они еще копошатся, еще объединяются, еще пытаются нападать. Что сказать? Бога не знают. А еще в этой книге в том 4 странице 235 написано по поводу крещения. И написано, что священник, когда человек к нему приходит, священник должен выяснить, как был крещен человек. И написано, вот прям цитирую, если же выяснилось, что крещение совершено неправильно, не в три погружения, с искаженной или вообще неправильной тайно совершительной формулой, а также, если человек, совершивший крещение, неверующий, некрещеный или иноверец, то священник должен совершить таинство крещения и миропомазания по обычному чину последованию. По обычному. Прямо там не второе крещение будет, а то они иного что ставятся, все. Вот как воины и сынецкие, как на Афоне, он иного что ставил это мощение. Крестил свободно и да, вот так же написано, также если взрослый человек, желающий креститься, не знает, был ли он крещен в младенчестве и нет возможности навести справку о том, то священнику следует крестить его, так как второе крещение по невидиму не вменяется в вину крещаемого. Так же следует поступить и в тех случаях, когда младенец был якобы крещен мирянином, но не удалось установить, правильно ли было совершено крещение. по сути почти всех, кого миряне крестили в детстве, это всех надо крестить, потому что неизвестно, как правильно или неправильно совершено. Это патриарха надо все сейчас, и которая там с Украины, с Белоруссии сто процентов не крещеная, а они-то тут как раз заводилы главное. Ну все, Игнатих Благодарю вас. Слава Иисусу Христу. Благодарю, что пришел в гости. С Богом. С Богом.